Глава 3. Палестинская проблема. Подзаголовок 1. Существует ли палестинский народ? В начале 70-х годов Сирия объявила Ливан своим «стратегическим оборонительным пространством», а затем наводнила эту страну своими войсками. В рамках политики «сиризации» в кавычках Ливана Хафиза Асада с методической жестокостью уничтожает всякого ливанца, выступающего против сирийской аннексии, будь то христианин, мусульманин или друз. В оправдании собственных захватнических действий Сирия постоянно утверждает, что ее войска находятся в Ливане с «миротворческой миссией» и на основании мандата Лиги Арабских Государств. В 1976 году ливанское правительство, утратившее надежду на прекращение Кровавой Гражданской войны, действительно пригласило на свою территорию межарабские миротворческие силы. Теперь Асад, оккупировавший Ливан под егидой Лаг, Лиги Арабских Государств, цинично заявляет, что только общеарабское решение может положить конец его «миссии» в этой стране. В 1991 году, когда все были заняты кризисом в Персидском заливе, Сирия совершила в Ливане то, что не удалось Ираку в Кувейте. Она полностью поглотила своего соседа, а затем закрепила этот факт с помощью лицемерного сирийско-ливанского договора о дружбе. Однако имперские амбиции Дамаска не ограничиваются одним только Ливаном. Сирийские лидеры всегда считали Эрцисраэль «неотъемлемой частью Великой Сирии» в кавычках. Всякому, кто имеет какие-либо иллюзии относительно будущих взаимоотношений между Сирией и Арабской Палестиной, если такое государство будет создано, следовало бы знать, что сказал сирийский президент Хафес Асад, лидеру ООП Ясеру Арафату. «Вы не представляете Палестину, как это делаем мы. Никогда не следует забывать, палестинского народа не существует. Палестинское государственное образование не может существовать. Есть только Сирия, и, следовательно, вы являетесь частью сирийского народа. Это мы, сирийское правительство, выражаем подлинные интересы палестинцев». Конец цитаты. В самом деле, в 1976 году Сирия применила военную силу против формирований ООП в Ливане, а в 1983 году Дамаск поддержал восстание просирийски настроенных палестинцев против Ясера Арафата. Результатом этого восстания стало изгнание политических и военных структур ООП из североливанского города Триполи. Продолжение следует...